Какой бы сложной ни была экономическая ситуация, у сельских тружеников всегда есть спасательный круг в виде личного подсобного хозяйства. Главное – любить работу на земле и не бояться трудностей. С опорой на государственную поддержку можно и нужно вести свое дело. В этом мы убедились, побывав в станице Петровской в одном из личных подсобных хозяйств. У входа в дом Петровской семьи Герус вас встречает живописная скульптура. Аисты вместе со своим птенцом в гнезде, окруженные светильниками и подвешенными корзинками с живыми цветами. Думается, эта интересная композиция глубоко символична. Она символизирует нестареющие семейные ценности, которые приносят свои благодатные плоды. Трое детей и шестеро внуков в этой семье. Как говорится, эти цифры говорят сами за себя. В трудовой биографии Николая и Валентины Герус была работа, не связанная непосредственно с сельским хозяйством. Хозяйка работала поваром, глава семьи – электриком, в том числе и вахтовым методом в Заполярье. Но как бы ни складывалась биография этой семьи, подсобное хозяйство всегда было в их жизни важным подспорьем. Особенно выручало оно в переломные 90-е годы, когда всем приходилось очень нелегко. И сейчас, когда супруги Герус уже на пенсии, они полностью посвятили себя любимому делу – выращиванию овощей и фруктов. Некоторые только перец сажают или баклажаны, а у нас всего понемногу. И малина, и перец, и баклажанчики будут, и чеснок, картошки много сажаем, ежевика. В общем, у нас всего понемножку. Конечно, ухаживать за ним тяжело, но мы уже привыкли. Это у нас, как бы сказать, каждый день и в порядке вещей. Очень помогает введение личного подсобного хозяйства «Ерик», который не так давно был углублен благодаря содействию местных и районных властей. Вода необходима для полива. Использование капельного рожения позволяет добиваться высокой урожайности и отменного качества всех выращиваемых культур. Широкий ассортимент овощей и фруктов даёт возможность удовлетворять потребности покупателей. На рынке разнообразие. Один товар сегодня идёт, другой не идёт. А если один, бывает, что сидишь потом с этим товаром, не идёт. А у нас пусть перец не будет, малина будет идти, или там картошечка, или чесночок. И так мы привыкли просто. И так и выращиваем всего понемногу. Есть в личном подсобном хозяйстве и киплицы. В них выращиваются рассада и ранняя клубника, которая отличается отменным вкусом. В планах получение субсидий за их строительство труд на земле нелёгкий, требует усердия и времени, но даёт большое моральное удовлетворение, когда всё получается. Даже очень радует. Люблю, чтобы всегда чисто было. Ну, не всегда получается, конечно, чтобы чисто. Просто иногда не успеваем, но стараемся, чтобы всё убрано было, всё чисто. И выражаю, чтобы хороший был. Валентина Герус очень любит цветы. Они повышают ей настроение. Положительные эмоции приносит всё личное подсобное хозяйство. При грамотном и неравнодушном отношении к делу можно обеспечивать земляков вкусными овощами и фруктами и хорошо зарабатывать. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова